Приветствую вас. Я, в общем, не буду читать полностью ваш текст, вот. Я только, наверное, скажу в общем, что имеет место быть пьющий родитель, мать. Имеет место быть алкологизация, достаточно серьезная. Со стороны мать. И, соответственно, имеет место быть брат у адра вопроса, который, соответственно, видит все, что происходит дома. Как мама адра вопроса пьет. Значит, что мы здесь... Что мы здесь сталкиваемся? Мы сталкиваемся здесь с тем, что автор вопроса нервничает из лица, когда мама начинает пить. Но что гораздо более важнее и тревожнее, на мой взгляд, это то, что... Адра вопроса чувствует свою вину перед мамой. Вот. То есть, когда автор просит нам перестать... Ну, пить. Вот. А, да, очень... Негативно. Реагирует на это. А вот, оскорбляет. Я думаю... Довольно серьезно. Эм... Ну вот. Эм... Афра. Вопросы. Эм... 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 Афра. Вопросы. Так. ... Обвиняет. Эм... Афра... В том... А... что... Так не простает. Вот. Как... Какие-то... претензии, ей предъявляют и прочее выгонять из дома, как то-то говоря. В общем, довольно всё это скверно выглядит. У острая вопроса есть, чувство вины перед мамой, что она неблагодарная, да, что она, там, условно говоря, как-то вот, ну, плохая дочь и так далее. То есть это вот, на самом деле, наверное, самое такое вот, тревожное во всей этой истории, потому что, помимо того, что есть вот такая наша проблематика, да, ну, помимо того, что есть такая проблема, проблема того, что родители, значит, алкологизированы. вот, значит, там и метро есть ещё вот такое вот, получается, отягчающее обстоятельство, да, как вот чувство вины, сильно, сильно, чувство вины. И это, конечно, очень, эм, утяжеляет жизнь, например, правопров на данный момент. вот, значит, что можно сказать? во-первых, во-первых, можно сказать, что вам желательно изучить тему созависимости, потому что мне очень жаль, нужно судя, потому что вы описуете, вы созависимо. То есть, если ваша мама это зависимый партнер, ну, партнёр, Зависимый субъект в данном случае, то вы являетесь всезависимыми, потому что вы зависимы от зависимого. И, собственно, вы в какой-то степени сами это подтверждаете своим рассказом, вот говоря о том, что очень сильно злится, вот у вас начинается истерика, вот. То есть вот это все проявление всезависимости, вот. Я бы не сказал, что это прямо что-то ненормальное, да, то есть сложно. Ну, на самом деле сложно сохранить себя, да, когда, ну, родственник, твой очень близкий человек, вот ведет себя, ну, вот так, как ведет себя ваша мама, да, то есть... Вот я думаю, что, ну, абсолютно нормально, что вы так реагируете, но... Это весна-весна деструктивна, вот. А что здесь нужно? Значит, ну, в первую очередь нужно работать с личными границами и самооценкой, вот. Работать нужно с личным пространством, вот. А потому что его во сне прям сложно его как-то, ну, сформировать, вот. Понятно, почему, потому что, вот, ну, ваш, ваш родитель, ну, не уважая, не уважая, да, как-то, вот, не проявляет, значит, какого-то желания. К тому, чтобы, ну, учить, учить вас. Личным границам, да, воспитывать вас и так далее. То есть родитель себя разрушает. Соответственно, такие деструктивные моменты, да, вот, в целом, вероятнее всего посылаются и вам в этом смысле. Вот, значит, дальше. Агрессия. Да, вот, то, что вы в данном случае называете своей агрессией, да, какой-то вот такой истерикой, вот, ну, то, что вы вот называете в данном случае. Так, так, так. А это также чувства абсолютно нормальные, вот, в смысле того, что у них нет ничего аномального, ничего плохого. Вот, ну, их нужно экологично выражать, потому что в основном, ну, понятное дело, она не будет как-то вот к вам, значит, ну, прислушиваться, да, она не будет реагировать на ваши чувства, потому что она не может становиться, вот, бить. То есть вам не психологично проживать ваши чувства. Вот, и у вас, скорее всего, достаточно серьезная травма психологически в связи с отношениями с нами. Вот, есть страхи. С этим все равно нужно работать. Вот. Так что, чем быстрее вы станете эмоционально независимым от мамы, тем быстрее вы сепарируетесь от нее, это можно сделать с помощью психолога, тем быстрее вы сможете помочь себе и своему брату. Вот, работа со созависимостью не быстрая, вот, и, соответственно, как бы нужно понимать, что это довольно серьезно. Вот. Такая вот история. Хочется дать вам небольшой вектор, вот, вы пишите, что мне делать, как мне быть, вот, что делать, чтобы что, и как быть, чтобы что. И еще, эм, не совсем, эм, понятно, вот, вы пишите, что приехали на лето к маме, потому что отключились, по-думаю, в семье. То есть для вас стало новостью, что мама пьет или как, то есть вот, ну, как это происходит. А где вы жили до этого, есть ли у вас возможность уехать, ну, обратно, в смысле. Эм, вот. Это очень важный момент. На этом все, надеюсь, что помог вам, эм, да, с чувством вины, не помню, говорю, с чувством вины тоже нужно поработать, потому что, э, чувство вины – это обращение на вас, э, саму, э, чувство злости. Вот. То есть. Ну, не на право с чувством вины. Эм, будьте благодарны за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо.